Что надо сделать, чтобы ремонтировать дороги пришлось в два раза реже? Об этом говорили сегодня в Сочи на форуме инноваций в дорожном строительстве. Так как решить одну главную российскую проблему и разобраться со второй? Расскажет Алексей Меднес. Еще и года не прошло с момента ремонта Новороссийского шоссе, а уже некоторые участки этой сочинской трассы вновь нужно восстанавливать. А это ямочный ремонт дороги в городе Кирове. Его делали этой зимой. Года идут, время идет. Что технология? А технология не меняется. И эти случаи далеко не единичные. При этом практика последних лет показывает, строй дороги в России умеют. Есть и технологии, и специалисты. Это скоростная трасса М4 Дон. Мнение водителей, качество палатна не хуже, чем на Западе. Совмещенная дорога Адлер-Красная Поляна. Или дублер курортного проспекта в Сочи. Другие примеры качественного строительства. Но в целом российские дороги так и остаются извечной проблемой. Для того, чтобы избавиться от проблемы плохих дорог, надо избавиться от проблемы дураков. Вот когда избавимся от дураков, тогда и от плохих дорог. Вы заметите, что вот этот форум называется форум дорожных инноваций. То есть, когда умные начнут строить дороги, тогда эти дороги будут служить достаточно долго. И президенты правительства страны ставят в задачу. Качественных трасс нужно строить больше. В частности, интервал капитального ремонта полотна увеличен с 12 до 24 лет. Строители и дорожники считают, что для этого необходимо внедрять инновационные технологии, менять подходы к проектированию и эксплуатации автострад. К сожалению, у нас есть некоторая проблема, связанная с тем, что у нас нормотворчество, касаемо применения новых технологий, несколько отстает от, так сказать, появления этих технологий. И в этом самая большая наша проблема. И поэтому государственная компания является, так сказать, как бы таким экспериментальным полигоном, который позволяет эти технологии в жизнь применять, воплощать, выполнять экспериментальные участки и готовить нормативную базу и соответствующим образом внедрять это в жизнь. И именно такие встречи вживую, а не посредством видеосвязи или телефонных звонков, могут изменить ситуацию с дорожным строительством в стране, считают участники форума. Кстати, в этом году поговорить об изменениях в отрасли приехали 400 человек. Это и политики, и представители строительного бизнеса, разработчики, проектировщики. По традиции, дорожный форум – это не только дискуссия обмен опытом, но и презентация новейших технологий. В частности, в производстве дорожного ограждения, мостовых сооружений, покрытий. Представлены и новые разработки в ремонте дорог. В чём инновационность вашей технологии? Инновационность нашей технологии заключается в том, что мы представляем аппаратный программный комплекс, который вам позволяет осуществлять съёмку существующего положения дороги, передавать данные лазерного сканирования в программное обеспечение, автоматизированно его и эффективно обрабатывать. И, по нашему мнению, получается экономическая эффективность порядка 250 тысяч рублей на один погонный километр двухполосной дороги. Разработкой уже заинтересовались ряд компаний, но чтобы их начать внедрять массово, таких проектов должно быть больше. В инновационных технологиях нужна конкуренция, считают и сами дорожники, с ними согласны в правительстве страны. Поэтому, возможно, в ближайшее время на российском рынке современного оборудования произойдёт всплеск, который позволит строить и ремонтировать качественно не только экспериментальные участки, но и все дороги в стране. Алексей Медель, Сидран Мирзаян, Вести Сочи.